Там вот это член писюля Член какой? А это весь? Я вообще женщина супер Фантастичная жинка Я обезьяна, обезьяна Я леди, ёпта Вот уже про мертвую девочку попели, про квас поговорили А вы не пишете Боже, я так люблю попиздеть, капец Друзья, сегодня у нас в гостях Или мы в гостях, или как там уже полагается говорить У очень интересной девушки Мало того, что она уже давно является художницей в нашем городе И уже у многих людей не только в нашем городе висят картины Ее картины дома Она еще и недавно приняла участие в реалити-шоу В романтическом проекте Холостяк, девятый сезон на СТБ Поэтому у нас сегодня к ней очень много вопросов И приличных, и неприличных И я надеюсь, что у нее будут самые откровенные и честные ответы Юль, правда? Друзья, ну аплодисменты Юлия Баданова! Ну что, Юль, расскажи сейчас о своем основном роде деятельности Основной род деятельности на данный момент рисование Чил! Слушай, я первый раз вижу художника, который говорит слово рисование Обычно, когда я там даже писала какие-то интервью Я там писала, чем ты любишь рисовать или что-то любишь Я пишу! Ну слушай, мне проще назвать вещи своими именами То, что я делаю Я рисую Я не знаю, что я вкладываю в это понятие В это понятие я, скорее всего, вкладываю то, что я беру кисточку или карандашик и рисую Я, ну, пишут, я не знаю, пишут великие художники какие-то полотна Пишут много лет, там, а не мыть-ти какие-то Я просто рисую Слушай, я думаю, что вот прямо можно это сделать как слоган твоей выставки А я просто рисую Да, класс, мне нравится Уже есть идея Спасибо, не благодари 2% моих Я знаю, что ты рисуешь картины В том числе такого несколько эротичного, что ли, вот, любовного, да, смысла Это было сказано на проекте В том числе, я даже видела, ты была в платье тобою нарисованным Это тоже была пара, если я не ошибаюсь Вот, тема секса и тема денег Вот ты как считаешь, рулит миром секс, любовь или деньги, что вот рулит? Мне кажется, что миром рулит эго Потом уже оттуда секс, а от секса деньги А любовь это... Это придумали армяне Не знаю, почему именно армяне Чтобы за него не платить, за секс Я не сталкивалась армян Просто я в своей жизни пока еще, наверное Не знаю, может, столкнусь Но любовь это... Все можно купить за деньги Кроме здоровья и любви Мне кажется, что мы теперь будем ждать картину Что же по-твоему любовь? Как тебе такое предложение? Слушай, я думала об этом Думала об этом вопросе И был у меня момент Как выразить любовь, показать любовь Я могу изобразить там страсть, нежность, преданность, уважение Это то, что я в принципе вкладываю в это понятие Но я не испытывала этого чувства к мужчине, например К женщине? Ну и к женщине тоже Я испытывала это чувство любви К ту? Альтруистичной Нет, к собаке своему испытывала К брату испытываю Вот безусловная любовь Вот это вот То, что я, допустим, мечтаю испытать к мужчине Вот если я бы рисовала картину «Любовь» Это, наверное, был бы такой вот белый холст Белой краской замазанный И такая маленькая на нем точечка Это показывало бы, насколько мало ее в реальном Это если бы я так нарисовала бы И просто у меня еще две ручки обе левые То есть поставить точку на холсте Пожалуйста, не благодарите Идея классная Продадим дорого У меня, кстати, сейчас одна из картин, которая в работе Которую надо бы уже закончить Это именно белый холст и капля Одна Это капец, как сложная на самом деле Идея спижена просто Она была до тебя уже реализована Очень Мной Жаль Что по высшему образованию? Присутствует Кто ты? Социолог Зачем? Так вышло Ну, то есть это типа Хотела поступить на маркетолога Это было дорого Поступила на социолога Я вообще ни на кого не хотела поступать Надо было? Ну, папа сказал надо А я так, ну, окей Надо, так надо Тебе хоть как-то помогло Вот эти вот пять лет университет? Конечно У меня был там очень клевый препод Андрей Михайлович Ячный Который сказал еще на первом курсе Очень крутую фразу Вам высшее образование И вообще эта профессия Дана не для того, чтобы потом на этом Денег зарабатывать И че-че-че А для критического анализа Это поможет вам в жизни Вот эта фраза сделала все пять лет В моей жизни универ Рисованию все мы называем Со своими именами Ты нигде не училась? Нет То есть это вот как вижу Так вот рисую Как вижу, что вижу, то пою Мне прям хочется вот в этот момент Вставить, чтобы, знаешь Твою ленту прям заскринили Операторы и так показали Насколько круто ты изображаешь людей Вот не просто картина Не просто что-то именно людей Это получается настолько органично Как будто вот ты их внутренний мир Через вот определенные вещи Ты просто их показываешь изнутри Какие они есть Я стараюсь чувствовать каждого Даже если я человека не знаю Вот лично не видела Я все равно смотрю же его Инстаграм тот же И я пытаюсь прочувствовать Не важно, что они показывают Не важно, как они себя позиционируют Может мне это кажется Но я стараюсь И я чувствую что-то в них Ну это, наверное, что-то свое Ты чувствуешь и выражаешь это как-то Просто я поняла одну такую вещь Вот почему я хотела подковырнуть Момент высшего образования Я сейчас из интервью в интервью Для себя складываю определенную Такую вот по этому поводу Твою позицию в голове И я понимаю, что когда человек Занимается истинным призванием Этому нереально либо научиться Либо это как-то постигнуть Мне кажется, что ты сама это и создаешь Ты это генерируешь И просто в этот мир привносишь Поэтому я думаю, что на твоей выставке В Днепре, надеюсь, к чему Нас удастся тоже приложить руку Я думаю, это будет намного глубже Чем просто прийти и посмотреть картины Ты себя уже ценишь правильно, как мастера, как творца И ты принимаешь людей, которые идут именно за тобой, за твоим видением Да, это мне в этом комфортнее Я никогда не смогу посмотреть вашими глазами Я не смогу подумать вашими мозгами и представить мир так, как вы представляете его вы Я все равно буду, даже если мы с вами сходимся в каких-то мнениях Все равно я вижу по-другому Сто процентов по-другому И если вы хотите, чтобы я четко сделала то, что вы видите у себя Я этого не сделаю, это не ко мне Как ты собираешься в этом мире, не знаю, свои вот эти вот тоже свое эго кормить? Вот поэтому я работаю часто на обычной работе Потому что вся я такая альтруистичная, творческая Такая во-во-во-во-во Но при этом всем я люблю порядочность, порядок, дисциплину и... И денюжки И денюжки тоже, да Денюжки, они дают мне больше свободы в самовыражении, больше уверенности какой-то Какое может быть у тебя хобби, если у тебя уже и так самая творческая работа? Слушай, ну я вышиваю крестиком, идеальные ручники Размер имеет для тебя значение? Ну, если ты говоришь о размере члена, ты первая из всех, кто подумал о размере члена Да мы же говорим о члене, члене, члене Это же так работает мозг Я понимаю, что ты этого хочешь от меня, я тебе это даю Одна из моих суперспособностей, я даю людям то, чего они от меня хотят Или наоборот, не даю то, что они от меня хотят Вот такая вот я, сучка Ну такая это суперспособность, я бы сказала Да, я вообще женщина супер Это фантастичная джинка Кто для тебя должен быть сверху, мужчина или женщина? Мужчина Однозначно По-честному У нас просто операторы с профессиональной деформацией Им вот неинтересно девочкам задавать сексуальные вопросы Их вопрос, который они меня просят задавать каждый раз Это с интонацией важная А какая ты в быту? Я сама в быту, деспот, сама для себя У меня все должно быть четко При том, что я не настолько педантична и перфекционистична В плане там, что чистоты, что порядка и прочее Но у меня есть в голове свой порядок мира И он должен быть таким, какой он есть Это моя свобода, это мое пространство Оно не должно быть нарушено Если я, например, живу с человеком на общей территории Не на моей, а на общей Это когда квартиру снимаете вдвоем? Ну да, когда я живу с мужчиной Когда он меня приводит в свой дом А потом выясняется, что все время была его купленная квартира А скидывалась, что он с того напополам на аренду Со мной так не бывает и не получится никогда Я пробью все и прохаваю, почувствую Давай теперь с тобой про тему, которая, я думаю, по заголовкам будет интересовать многих А ну, удиви меня Тема романтического реалити-шоу «Холостяк» 9 сезон СТБ и твоего там участия Понятно, что мне не удастся своими вопросами залезть к тебе в трусы, потому что ты умеешь хранить тайны Это не хер петь вообще Все, что хочу, я расскажу Вот ты как туда пришла? Зачем? За собой То есть ты изначально понимала, что не факт, что это будет любовь Конечно Не факт, что тебе нужен этот мужчина Конечно Но ты идешь туда познать себя Я шла, ну, я не могу предугадать то, что я не могу предугадать Я могу о чем подумать? О себе И я хотела посмотреть на себя без масок, без всего В ситуации, которые я не могу спрогнозировать Реакции, которые я не могу у себя спрогнозировать И был момент, за день до встречи со всеми девочками Меня посетила мысль о том, что я знаю, что я жесткий довольно-таки могу быть человек И я могу прямо говорить все, что я думаю Ну, в первой вечеринке, привет, можете посмотреть Вот, и я очень, я испугалась Потому что вот я такая А если попадется кто-то более такой, как я Это между прочим противоположного было? Нет, из того же, из девочек Кто-то жестче, кто-то вот контр мой И я испугалась Ну, то есть хочешь сказать, что контра не было? Нет Тоже такой вот вопрос Я отслеживала первое время Страничка, да, как бы в инстаграме этого проекта Где диванные войска тебя восприняли именно как суку Которые прямо комментили, комментили Я прямо не могли угомониться Я даже помню от меня Я писала пару вопросов Я видела, да В твою защиту Мне это была чисто гражданская моя принципиальная позиция Потому что я, например, с телевизора я не увидела в тебе, суки Может, потому что знаю тебя в жизни Но я видела, как на тебя реагируют люди Тебе не обидно было? Вообще нет Я больше переживала Я смотрела первую серию с папой И мне было гораздо важнее, как он отреагирует на то, что он видит Я понимала, что он видит вот эту вот часть меня Хотя он знает, что я могу быть резкой, агрессивной Жесткой, да Да, он знает, что я вот такая импульсивная вся Такая, могу быть эксцентричная Но мне было важно, чтобы он меня принял такой Он тебя принял? Да Круто Это очень важно И мне было вот Весь проект был для того, чтобы я себя до конца приняла Полностью со всеми своими достоинствами И достоинствами, которые не все считают достоинствами И чтобы папа принял Это детская незакрытая Детская незакрытая гештальта просто сыграла Есть ли секс на проекте «Фолосток»? Слушай, у меня не было Если у кого-то был, блин, то виду Ну, слушай, да даже если и был в сексе на проекте То могу всем рассказать, что когда такое происходит И съемочная группа понимает, что дело близится к сексу Они уходят Камеры выключаются, петлички снимаются И люди остаются И, скорее всего Мне так кажется Я просто еще тебе так скажу Готовясь к этому интервью Я просмотрела хорошенечко страницу победительницы девочки Так можно назвать Я себе как представила, что мой будущий муж Из 25 баб при мне Стой был на свиданке Тут целовал Там, возможно, где-то был секс Что-то еще Честно, у меня бы случилась бы такая буря эмоций внутри Я бы рвала и метала бы Я в этих отношениях бы остаться не могла Меня бы это грузило сильно Ну, слушай, мы все понимали, куда мы идем Все понимали Тот, кто не понимал Просто не хотел взять на себя эту ответственность И Дашка говорила И мы с ней об этом говорили Что все мы понимали, куда мы идем И что нам ждать Это стоило принять Пропустить как опыт Пережить это еще раз Закрыть тему И идти дальше Вот и все Цель и смысл проекта Чтобы все прям его вот хотели Там, может, прям разрывали Да, то есть это для рейтингов важно Что делать, если он для тебя просто нормальный чувак Но не более того Смотри, какая цель Никто не пришел только за пиаром А те, кто, может быть, и пришли Просто дальше не пришли Я не знаю Но из тех, кого я видела Я всех их знаю Я всех их почувствовала И я не могу сказать, что какая-то из девочек Пришла тупо за пиаром Пиар – это приятный бонус, который мог бы быть Скажи мне, пожалуйста Что у нас с потворческим фетишем? Что ты имеешь в виду? Например, тебе нравятся кисти с определенной шерстью Или определенный запах краски То есть у нас у всех есть эрогенные зоны Помимо половых органов Вот как кому-то нравится за ушком Также у нас есть эрогенные восприятия Каких-то вещей в жизни Которые нас заставляют мечтать и задумываться У тебя есть такое? Я пока ты говорила, ушла такая Знаешь, мне чайки начали кричать Что, я даже у морского прибоя пошел Это нудийский пляж? Нет Это я просто рефлекснула на то, что ты говорила Я не дослушала Типа, блин, Ань, ну-ка, ну все, хватит Бывает такая штука А я так И вышла Окей, мы сочтем это как Мой фетиш нудийский пляж Так и запишите Я ее словила Это не так, но пусть будет Вы меня там точно не найдете Ты готова вообще обнажиться вот так вот, чтобы Окей, у тебя тело, у меня тело, я обнажаюсь без проблем С мужчиной, с которым я буду в отношениях, да А так нет Мы сегодня, Юлю, почти раздели Ну ты, если что Я бы разделась, если бы хотела У меня есть ню фотосессии, полностью ню Но, слушай, я их не видел Но это и не формат нашего журнала, так что В каком ты сейчас в семейном положении пребываешь? Я не замужем И просто А что мне тебе еще сказать? Ты хочешь подробнее, что ли? Нет, не хочу, просто хочу спросить разрешение Мы Юлечку везде отметим Ссылочка на нее есть, так что Если вы разделяете ее мировоззрение Пожалуйста, пишите ей в личку Красиво ухаживайте Может быть у кого-то из вас есть шанс Полюбить и влюбить в себя красивую и талантливую Может быть Я сказала как бы Пожелай что-то девчулям Которые уже заполнили Или заполняют анкеты на 10 проект Холостяка Я думаю, что по времени девчульки Которые на 10 проекта идут На этот Уже или дождались своего звоночка Заветного Или ждут И скорее всего вряд ли его подождут Что им посоветовать? Расслабиться и кайфануть Реально кайфануть от каждой минуты Потому что это И воспринять это в позитиве даже Вас все равно разорвут, порвут Наизнанку вывернут Если это будет нужно И это будет идти в первую очередь от вас Просто расслабьтесь Примите Расслабьтесь и примите Измените и не сможете Зачем вы туда идете в конце концов В первую очередь надо знать цель Зачем ты действительно идешь Ты можешь того не говорить никому Но себе в голове Ты должна это понимать И от меня, девчули Я вам желаю Если секса на проекте То чтоб прям Чтоб прям запомнился Я думаю, ты про безопасность скажешь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!